ребят российская компания спайн также представлена на выставке испа в мюнхене про вот эти две модели классическая спайн концепт классик и коньковую модель спайн карьера карбон я вам рассказывал еще летом хороший продукт за свои деньги и вот сейчас если рассматривать этот коньковый ботинок специально общался с представителем фирмы на нем все сделано прекрасно но если посмотреть на вот язык язычок то сам язычок немножечко мягкий хотелось бы чтобы он был чуть более жесткий потому что на гоночных ботинках от именитых производителей вот этот язычок более жесткий и если мы возьмем классический ботинок в отличие от конькового и будем рассматривать его то в классическом ботинке вот этот язычок он уже выполнен из упругого материала и это одна из причин по которой классический ботинок воспринимается более дорого на уровне с ботинками от других брендов а также сейчас здесь компания спайн представила свою прототип нового ботинка называется он спайн ультимейт сейчас его смотрят я подожду когда ребята закончат осмотр не нажимай стоп сейчас секунду держи дмитрий а можно ботинок вот этот пока нет и вот это новый концептуальный ботинок компании спайн он полностью карбоновый и подошва нижняя часть выполнена из карбона вы видите что подошву они закупают у рота фэлла сейчас я специально уточнял у рота фэлла закупается вот свету стану передняя часть и пяточная вот это вот пластиковая часть все что выполнено из карбона это собственно из раза собственная разработка компании спайн они сами трудятся и сами работают над этим здесь у них манжета выполнена по аналогии с продуктами от известных иностранных брендов и если мы расстегнем и будем заглядывать внутрь самого ботинка то здесь внутренняя часть ботинка выполнена более круто чем забрали сейчас чем на ботинке карьера который сейчас в продаже и специально обращаю ваше внимание язычок на этих ботинках плотный он такой жесткий точно такой же как на верхних ботинках от иностранных производителей не знаю будет видно вам или нет но здесь прям вообще такой гоночный тапок выполнен сейчас представитель мне не может сказать навряд ли еще этот ботинок появится в следующем году в продаже но возможно они его уже начнут тестировать и вероятнее всего в скором времени он появится понимаю что компании спайн очень трудно конкурировать на рынке верхнего инвентаря потому что там есть уже сложившиеся традиции в комментариях вы напишите что 16000 очень дорого я за эти деньги в триале по скидке там что-то другое возьму тем не менее ребята молодцы не стоят на месте посмотрите дизайн у них шикарный и вот этот ботинок который они сейчас показали выполнен на очень и очень высоком уровне поэтому пожелаем отечественному производителю успехов пожалуйста а это уж который корректирует гантинг и зависимости от того какого типа ноги а то есть да мы знаем что давай да да образные бывает ообразные эксцентрик позволяет регулировать наклон и смещение ну то есть эксцентрик а я вижу обещает то есть выше ниже справа и слева то есть тем самым мы можем наклон регулировать я понял но такая же технология на ультимейт зимним это еще концептуальный ботинок да нет это летний ботинок лыжеролерный который будет а по цене пока еще ничего не известно цена известны ребят но пока секрет а в продаже его еще не туда вот это класс неожиданно сейчас я вместе с вами увидел новый концептуальный ботинок шпайн летний для лыжероллеров которые уже летом появится в продаже наверно слышали да сейчас представитель рассказал обратите внимание что винт расположен не по центру а со смещением с одной стороны и с другой благодаря этому если у вас нога имеет разный нагон то вы можете поворачивать ось вращения разным образом и у вас манжета будет 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 менять наклон это будет регулировка ботинка в зависимости от индивидуальных особенностей ваших ног это все происходит и притом ботинок выполнен с системой boa скажите а вы тестировали уже эту систему по надежности от было немножко отличается потому что например boa раскрывается каким раз вот это вот штучка должна приподниматься да здесь система отличается причем нам как рассказали что она хороша тем что можно и со снегом и и эксплуатировать и не будет проблем потому что раскрывается она другим образом против часовой стрелки щелчок и все и она открыта то есть щелчок против что здесь мы закрываем а открывается вот этим движением все не вверх не открывается вот этим подъем да и когда может попасть снег вот именно она хороша тем что здесь нет детали которые двигаются вверх-вниз она просто вот таким образом раскрывается но вы ее покупаете да то есть покупаем да это датская система запатентованная мы как бы с производителем на прошлой выставке из по познакомились и вот настоящий момент мы ее как раз и начали а скажите на будем тесты на ботинки на ботинки ultimate вот язычок такой же сейчас как раз я раз до расслабил я смотрю вы бы не хотели еще жестче сделать этот язычок знаете это вопрос спорные то есть есть разные мнения мы пытаемся уловить все да но сто процентов поймать желание каждого сложно именно для этого мы на самом деле сейчас разрабатываем и создали уже департамент который по-русски это будет называться индивидуальное производство ботинок то есть ботинок будет производиться по индивидуальным меркам лыжника мы получаем мерку с ног лыжника и начинаем производить начиная с колодки то есть мы создаем колодку индивидуальную и по ней уже создаем ботинок это касается именно верхний гоночных ботинок то есть если не по-русски то это называется custom fit technology то есть это кастомизированный ботинок который будет учитывать все особенности ноги такого еще нигде нет она ценник это как скажется скажется на ценнике это скажется да это скажется да но пока я не могу точно назвать потому что все зависит еще от того колодка может иметь разные параметры если эта колодка заставляет нас менять и крой то есть выкройку целиком да это будет одна цена если мы понимаем что мы крой не меняем а просто затягиваем ботинок на колодку вот индивидуальную но при этом не меняем целиком кроя это будет другая цена поэтому это будет индивидуальный подход но я думаю что это будет меняться в пределах 10-40% от стоимости. Потому что пока сразу мы не можем дать четкую зависимость. Мы должны понимать, сколько нам всего придется переделывать и изменять. Но эту идею мы уже начали применять, и у наших специалистов, которые принимают заказы и могут выполнять по индивидуальным меркам с ноги ботинки. А вот по поводу этой системы, она уже проходила какое-то тестирование по надежности? Я не знаю, ты летала, из чего это выполнила? Это не сами мы придумываем, мы закупаем, и ребята, вот эти датчане, они уже тестировали на спецобуви, то есть у них есть стенд здесь, они много с кем уже работают. Но естественно, вот эти вот вещи они протестировали в своих лабораториях и в другой обуви. Опять же, мы доверяем профессионалам и работаем с профессионалами. Если они отвечают за это, то как бы мы должны доверять. Тем более, европейская компания уже с хорошей репутацией. По дизайну выглядит вообще очень круто этот ботинок. Мы стараемся, да. Ну и ваш ботинок Ultimate, я вам от всей души желаю, чтобы вы его поскорее выпустили. И если ценник будет не такой, как у конкурентов, но, называя русским языком, мы же с вами из России оба, карбоновые ботинки от конкурентов стоят где-то от 45 до 60 тысяч. Совершенно верно. Если вы сделаете ботинок со стоимостью в пределах хотя бы 30 тысяч, то это уже будет очень конкурентно. Поэтому как раз стараемся. Если это будет 25, то будут... При этом нельзя падать в качестве ни в коем случае. Естественно. Поэтому вот это вот соотношение мы должны уловить, да. И в этом направлении двигаемся. Ну и самое важное. Ни Фишер, ни Соломон, ни Рассинил не имеют собственных производств. Спайн отличается от всех именно тем, что мы имеем собственное производство. Пожалуй, только Альпина, наверное, вот она примерно в том же состоянии. Ну и тоже непонятно, кто там инвестор и какие у них отношения. А у нас все просто. Мы владельцы, мы же и создатели, мы же и производители. И марки, и производство. Это очень удобно. А подскажите, Альпина здесь представлена, нет? Альпина, да, представлена. Просто она немножко в другом павилоне. В другом павилоне? Здесь, по-моему, маячки или шлемы. Здесь шлемы, да. А здесь? В соседнем. В соседнем, да? В B5, да. Все. Ну я вам желаю удачи от всей души. Все, всего доброго. Всего доброго.